Привет, друзья! С вами Кирилл и вы на канале Englisher. И здесь мы разбираем самые частые ошибки в английском языке. Тема сегодняшнего урока – слова, которые часто путают между собой. Глагол to accept имеет достаточно много оттенков значений. Но основное – принимать что-то. Я принимаю ваши извинения. Я принял ее приглашение. Вы принимаете кредитные карты? Ты должна принять правду. Слово accept – значит кроме, не считая, если не считать. Я пригласил всех, кроме Джона. Мне нравятся все фрукты, кроме бананов. Я очень хочу пойти с тобой, только мне сначала нужно помочь родителям. Обратите внимание на транскрипцию. Произношение этих слов немного отличается. Слово accept начинается со звука шва. Accept. Слово accept начинается с и. Также хочу показать вам очень интересный и наглядный пример разницы между словами accept и except из сериала «Друзья». Немного побуду человеком, который объясняет смысл анекдота. Разочарованная в любви Рэйчел говорит Россу. We're never gonna happen except that. Между нами никогда ничего не будет, прими это. Однако уши и мозг влюбленного Росса отказываются воспринимать горькую правду. Вместо accept that, прими это, он слышит except that. Но, однако, если не считать того, что... И Росс ждет продолжения от Рэйчел. Что-то вроде except that I love you или except that I can't live without you. Однако Рэйчел расставляет все точки над и, четко произнося слово except. No, except that. Except that we are never gonna happen. Прими тот факт, что мы никогда не будем вместе. Пишите в комментарии свои примеры с этими словами. Если вам понравился этот урок, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы этого все еще не сделали. Вы можете увидеть много всего нового и интересного в моей группе ВКонтакте или в Инстаграм. Все ссылки вы найдете внизу в описании под видео. Увидимся в следующих видео.